Давай, все окрестно. Замечательно, да. Так, ну что ж, дамы и господа, начнем. Везот торат ха Ашам. Кодеш кодашим ху. Кто такое Ашам? Ашам – это виновный, да. И обычно эту жертву называли грехоочистительной или просто очистительной. И так вот, учение о очистительной жертве. Она является кодеш кодешим, святая святых. Теперь, Бет, пожалуйста, Анна. Все здесь, я надеюсь, да? Все выдержали с честью, так? Анна, вы с нами? Да. Ну хорошо, так. Так, совершенно верно. Кроме произношения, произнесения первого слова, тут написано «бимком», но смысл именно «бамаком». Потому что в современном, вы видите, «бимком» – это «вместо», а «бамаком» – это «вместе». Здесь имеется в виду, конечно, второе. Да. Прошу вас, переводите. Так, на месте, на котором режут жертву Ола, все сажения. Там же режут жертву Ашам. А кровью ее кропят жертвенник вокруг. Жертвенник вокруг, да. Слово «сави» вокруг, есть объяснение, что на два угла, соответственно, на четыре стороны. Да. Верно, спасибо, Анна. Гиммел, пожалуйста, чей? Тимофей, прекрасно. Гиммел. И весь жир его приблизит к консерджету. Вот его. Алия упомнил на прошлом раке. Это курдюк. Курдюк совершенно верно. Жировое отложение над хвостом. Значит, курдюк и жир, покрывающий все внутренности. Внутренности. Да, верно. Да, да, спасибо. Так, далее теперь чей? Так, Людмила. Людмила. Алло, алло. В прошлый раз тоже у Людмилы были перебои с связью. Давайте тогда Людмилу зарезервируем. Шуш, тогда Шуша. Тогда Шуша, да, передаем микрофон. В эт, штей, а, клайот, в эт, а, хэлов, ашер, алейхен, ашер, аль, а, ксалим, в эт, а, хетерет, аль, а, как правильно? Айотерет, аль, а, кавет, аль, а, кайот и сирена. Так, много ордена. И вот, как сказать правильно, вот это две почки, я так понимаю, да? Ну, вот слово «эт» мы не можем переводить, оно задает родительные поддержки. И что еще? И две почки. И две почки, и жир, который на них, который так, это что, ксалим? Надо стеканами. Ну, мы разобрались, что это вроде, да, ляжки, голени, да? Все части тела так, а хетерет, это не знаю. Хетерет мы решили, что это диафрагма. Вот сегодня у меня профессор Нислина дал термина, которая над печенью. Которая над печенью, да, и вот эти, опять же, почки. Над почками, да, я сирена. Отделит их, отделит ее. Это нужно отделять, вот весь этот перечень. Да, 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 вот все перечень, здесь должно быть отделено. Верно, верно, спасибо, Шуша. Все правильно, так? Можно я? Очень, конечно, прекрасно. Да, конечно, да. Вэй, хектир, отам, а коэн, а хамас бэха, и ша, и ше, и ше, ла шэм, а шам, ху. Ху, да. Хир, воскурит, да, воскурит. Да. Их коэн на жертвеннике. Да. Слово и ше от эш, то есть огнепалимое обычно переводит. А всевышнему. Да. А шам мы переводим как очистительная жертва, он. Ну, она как-то. Да, да, верно, спасибо, Людмила. Теперь все правильно, так? Так, у нас еще есть новый человек, вот Рина. Мы рады приветствовать Рину. Наши правила вы, наверное, знаете, если вы читаете замечательно, если вы переводите еще лучше. Вот, если же нет, то мы передаем микрофон дальше. Да? Рина слышна? Конечно слышна. Да. Каждый мужчина коэн. Из коэнов, да. Из коэнов. Кушают. Или они кушают. Кушают. В святом месте. Это не фаль, да? Будет скушать. Первое слово, йохлену, это от ехоль, то есть может. Не, не, не. Ой, точно. Первое, первое. Они вот эти холины, они могут ее скушать. В святом месте ее скушают, святая, святая, она. Да, да, верно. Спасибо, Рина Рифко, все замечательно. Так, теперь, очевидно, я по-новому. Да, у нас никого. В прошлый день Елена не читает. Ага, так, так, так. Кэ хатат ка ашам, тора ахат лагем, а коген ашер и йиха пер го, ло и ге е. Итак, как хатат, это жертва греха очистительная, так, кэ ашам, так, и жертва за повинность. Так. Так, учение единое у них. Коэн, который и скупает его, ему она будет, ему будет вот эта жертва. То есть, мясо жертвует, а достается коэну. Так. Так, теперь, хэт, пожалуйста, Анна. Так. И коэн, приносящий Олат, вот эту вот жертву Ола, кожа, кожа вот этой вот от жертвы Ола, который он, который, и крив, который он приносит, будет и ему будет. Этому коэну, который ее приносит, ему достается кожа. То есть, она сгорает, она вся сгорает, но кожа достается коэном. Ну, да, прекрасно, ну, хотя бы что-то. Так, благодарю. Теперь, тет, Тимофей, очевидно, да? Да. Тимофей. Так, и всякое хлебное приношение, которое испечено в печи, и всякое сделанное в мархэшет сковородах. Мархэшет переведен здесь как противень или глубокая сковорода. Так, а далее махават. Да, махават. Это просто сковородка, да? Помните, наверное, из револшаватка Минха аль-махават. Бухой на подарок на сковородке. Да. Окей, на сковороде для коэнов, приближающих ее им. Да. Ему это будет, тому коэну, который ее, собственно, приносит. Да, Тимофей, все верно. Так, Юд. Людмила. Людмила. Всякое хлебное приношение. Белула. Белула размешанное с оливковым маслом. В масле. Корова это, сейчас, одну секунду, посмотрю. Это сухое, без масла. Корова сухое, да. Сухое, да. Каждому сыну Аарона будет человек, как брат его. Да, 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 все они наравне, да. То есть всем коэнам, которые дежурят, там были дежурные смены коэнов, вот этой смене она достается. Каждому, как его брату, как бы. Да, да, да. Все равны, как на подбор. Да, что-то такое. Спасибо, Юд. Алюфчей? Так, Ашуша. Ашуша, послушаем. Тарат, Зеваха, Шлишим, Ашер и Крифляшем. Так, как можно сказать Ашуламим? Ну, вот это три. Ашуламим мирное, мирное, да. И это учение, да, жертвы мирной, да. Которую тоже приносят Всевышнему. Да, да. Да, верно. Спасибо, Ашуша. Ашуламим, 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 Ашуламим. Башамим. Башамим, да, да. Если не благодарственная жертва. Нет, Аль это поверх. А если поверх благодарственной жертвы. Принесет ее, да. Принесет ее. Да. Бейкриф, Аль Зеваха, Туда. То принесет на жертву благодарности. Что он принесет? Слово халок, конечно же, вам известно, да. Ну, здесь она переводится как хлебы, имеется в виду как халла, да. А, все, я поняла, да, точно. Халлот, мацо. Мацо, да. Пресные. Булулот, я забыла еще раз. Булулот перемешан, смешанные с елеем. Смешанные с маслом. Да, Ары Киким, это буквально оладьи, то есть лепешки. Так. Оладьи, лепешки, мацо. Да. Пресно, ты имеешь в виду, что пресные, не дрожжевые, да. Мештухим башемен. Помазанные. Помазанные в масле. Как все сложно? Солет, слово солет, у нас есть специалисты, знают, что это такое, да. Так, Анна, скажите от имени, да. Так, солет, это тонкая мука, пшеничная, солет, солет. Есть в кремах, есть в кремах, а есть в солод. В кремах грубая мука, солет тонкая. Толет, это мука тонкого помола, в тонахе, во всяком случае, так. А в современном супермаркете и иначе, так. Теперь слово му-р-бехет. Му-р-бехет. Это такой специфичный глагол, означающий смешивать муку с маслом на огне. Типа говорят заварное тесто, то есть его горячим маслом. Заливали горячим маслом, как заварное тесто. Ну, то есть... Да, да, да. Ну, и халы смешанные в масле. Да, спасибо. То есть с мирной жертвой приносят три разных вида хлеба. И помазанные маслом, и испеченные с маслом, и еще вот так заваренные с маслом. Заваренные. Вот так. Да, да, да. В современном Израиле солот это что? В современном иврите солот называют... Солот это, наоборот, манная крупа. То есть как бы мука более грубого помола, а если быть точным, то то, что остается на решете после того, как тонкая мука, допустим, для хлеба через решету проходит. Спасибо. Да, вот так. Кстати, в преддверии Песаха должен вас предупредить, что такое кускус. Он делает из манной крупы. Я надеюсь, что это... Не собираемся. Да, надеюсь, что это известно. Так? Не так замечательно. Так вот, как сказано в Ашрей, то есть если есть мясо, то есть, соответственно, и хлеб. И вы видите, что даже в трех разновидностях. Теперь Ют Гимел, очевидно, так, Анна не смеется, как она обычно делает, когда я скажу, какую-нибудь нелепость. Я вынужден признаться, что это шубка. Он имеется в виду, что Всевышний дает пропитание всякой плоти, а вовсе даже не мясо, не хлеб к мясу. Да, теперь Анна оценила, да, мою несерьезность. Так, Ют Гимел, пожалуйста, чье? Я просто... Ладно, так, у нас Арина прошла. Теперь у нас опять возвращаемся к вам. Опять я, понятно. На буквально на буханках хлеба заквашенного, снова принесет он свою жертву поверх жертвы благодарности шеламав, то есть, его мирные жертвы. Вот как-то вот так. Ну, напоминаю, что мы сейчас не вдаемся в значение, а пытаемся сделать дословный перевод. Так. Теперь, пожалуйста, Анна Ют Далит. Так, Ют Далит. И принесет из нее, по одной, получается, от каждого приношения, трума-трума возношения для Всевышнего, для коина, крапящего, крапящему, крапящего, это вот, совершающего крапления мирные жертвы. То есть, все вот эти, все вот эти вот три вида пресного хлеба, а также один вид, там еще говорится, вот заквашенного хлеба, то есть, на дрожжах, на закваске, и это все дается коину, который вот это все совершал, вот эти вот, совершает эту мирную жертву. Ну, конечно, как человек. Совершенно верно. Так. Хорошо. Теперь спасибо. Спасибо, Анна. Теперь спасибо за вашу заботу о коинах. Теперь Тет Вав, очевидно, да? Так. Тет Вав. Да, это Тимофей Тет. Да. Упса зэвах тудат. Шломав, бьем, корбоно, корбоно, и хель, лё, я нех, имимейну, адбокер. Да. То есть, ударение здесь должно быть сделано бьем. Да. Так. Так, да, и мясо жертвы, благодарственной, шломав. Мирной, да. Мирной, да. В день приближения его съезд. То есть, когда прийти, да, будет съедено. Да, будет съедено, не оставив, не отложит от него до утра. До утра, совершенно верно. То есть, течение дня и ночи до рассвета. Да. Теперь, благодарю вас, теперь Тет Зайн, это Людмила, да? Людмила, да. Продолжение следует. Давайте попробуем. Если Неддер, это жертва к победу, да. А, жертва к победу, или Анедово. Недово, это добровольное приношение, да. Какое? Добровольное. А, Метнадыр, да. Это, да, совершенно верно, да. Да. Зава Хорбанова, да, зарезанное животное его приношение. В день его приближения к его жертве. Ой. Не, не, не. Если его Зава Хорбанов является вот этим Неддером, или вот этим Неддером, то тогда бьем А Криво, что в день, когда она зарезана, это Зивхол. Когда принесена его жертва, Е-Ахель будет съедена. Будет съедена. Да. У Мимо Хорат и на завтра, и еще на завтра. Вегану Та Мемену Е-Ахель. Мимо Хорат, это на завтра, а еще что на завтра? Да. Нет. Будет съедена в самый тот день и на завтра. А. Вегану Та Мемену Е-Ахель. А оставшиеся от него. А, на завтра. Тут речь о том, что есть жертва мирная, которая называется благодарственная, то есть человек, который выздоровлял от болезни или спасался от опасности, он приносил вот это туда жертва. А есть вот это вот недава или недр, то ее кушают, ее два дня кушают, а первую кушали только один день. Да, совершенно верно. Да. Я обращаю внимание, что очень по-русски звучит этого слова. Крибо. Да? Видят. Я думаю, что это неспроста. Хорошо. Юдзайн, пожалуйста, чей? Так. Так. Шуша у нас теперь. Да. Ужа, да. Да. Моя, да. Моя, да. А зевах, беемаш лиши, беээш, эй, эшэрэф. Так. Есэрэф. 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 А оставшиеся мясо жертвы в третий день на огне. Что такое Есэрэф? Есэрэф, сожгите. А просто сожгите на огне. Да. Да, должно быть сожжено. Да. Да, верно. Да. Иначе получится, как уже сказано, выше криво. Так. Теперь Юдхэт. Рина, да? Да. Да. Тут дважды повторяется корень для усиления позиции. Да. И если съесть, кушать съесть буквально, да. Мясо жертвы, мирной жертвы в третий день. Кироце не будет желанно. А не будет желанно. То есть не будет поставлена галочка, как будто он этого не сделал. Да, не сделал. И теперь слово пигуль или огуль означает отвратительный, испорченный. То есть негодный. Будет этот год, да. И анефеш аухерет. Да. Душа, скушившая под нее. Да. А воно. А воно греш, греш. Теста. Нет. А воно, это грех ее, понесет она, понесет эта душа. Ну, душа здесь, конечно, да. Извините. А почему некоторые слова зеленые, а некоторые желтые? А, да, да, да. Я всегда предупреждаю, как раз сегодня я забыл. Когда я готовлю текст, некоторые слова я помечаю зеленым и ставлю их в отдельный файл, который называется словарь. Он появляется вместе с вот этим файлом. На нашей группе в Телеграм. Вот. А желтым я отмечаю для себя. Может быть, я что-то скажу по поводу этих слов. Значит, слово «пигуль», оно вот тут у меня в словаре. Значит, «погуль» дает нам ирис испорченный, да. И дает слово «погаль», «ливголь» – это портить. Но это слово редкое, да. Спасибо большое. На здоровье. Так, теперь, очевидно, я после Арины. И спасибо вам. А, вот я хочу сказать по поводу слова «нефиш», пусть оно вас не смущает. Имеется в виду конкретный человек. Так же, как в «нефиш» имеется в виду не та еда, которую кушает наша душа, а еда по количеству душ за нашим столом. В «йонтов» можно готовить еду в необходимом количестве. Так, теперь я читаю тет. Вот как надо почитать, да. А мясо, которое прикоснется к чему-то нечистому, не должно быть скушено. В огне будет сожжено. А мясо всякого чистого, кушайте это мясо. Будет оно скушено. Вот так. Хорошо, теперь Анна Каф. Так, «вэ анефиш ашэр тохаль басар мизбэах ашломим ашэр лэ ашэм вэтум ато алаф вэ нихрэта анефиш агий мэ амэйга». Душа, ну человек имеется в виду, который кушает мясо жертвы мирной для Всевышнего, которая для Всевышнего, а на нем нечистота, но имеется в виду на человеке. На человеке. По какой-то причине он нечистый. Да, да. Нехрэта истребится душа, это из народа своего. Вот так. Совершенно верно. Анна прекрасно справилась с такой довольно запутанной и непривычной конструкцией. Да, но тут нужно держать в поле зрения всю фразу. Спасибо, Анна. Теперь Тимофей Каф-Алев. Тимофей Каф-Алев. Так. Вот так. Здесь ситуация несколько интересная. Узлугается. Да. И душа, которая прикоснется всякому нечистому, нечистому человеческой или животной. Да, скотину нечистого. Нечистого животного. Да. Или всякого. Гада. Шекец. Шекец, да. Ползучая тварь мелкая. Да, гада нечистого. Да, совершенно верно. Да, какой-то нечистый гад. И съест от мяса мирного жертвоприношения, которое Всевышнему, и отсечется душа его от народа его. Да, да. Не про нас с вами будет сказано. Тимофей, спасибо. И сказал Всевышний Моше так. Ну, давайте следующий. Если можно, еще почитайте. Так. Гимел. Дабер, дабер, эльбне, исраэль, намор, коль, хэлэф, шор, вэ, хэсэф, вэ, эз, ло, тохэлу. Вещь, слово, сыновей. Говори, говори. Это интерфейд, да? Так, каждый хэлэф. Жир, жировое отложение, да? Жир быка, их и овцы. Совершенно верно. И козы не ешьте вы. Не кушайте, да. Слово хэлэф называется определенное жировое отложение, которое воскурялись в случае жертвоприношения, сжигались полностью на жертвеннике, но даже когда ты режешь для себя ради мяса, вот эти части ты не должен есть. Ты не обязан их, конечно, возжигать на жертвеннике, нет, но в пищу ты употреблять не должен. Да. Спасибо. Людмила, теперь шушь очевидно, как далее, да? Так, значит, как это правильно сказать? И жир, ну, падали, и растерзанного какого-то животного. Так, и асэ. Людмила – это то, что умерло само. А это убитое. Умерло, да, или убитого животного. Да, задранного буквально, разодранного, да? И асэ лэхоль мэнаха. Используй для всякой работы. Для любой работы. Смазки колес телеги, да? Так, а это чтобы… Ну, не ешь его в пищу, как бы, не используй. Да, но кушать ты не кушай. Не будем. Хорошо, спасибо, шушеви, она так. Теперь Рина Ривка, как Афгай, да? Да. Киколь ухэль хэлэф мин бэма ашэр я крив, мэне и шала ашэм бэ ни хрэта не фэш. Потому что каждый, кто съест… Ой. Так, 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 так. Там кусочек еще остался. Еще два слова, извините. А, так, 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 так. Каждый, кто съест жир от живого, который… От животного. От животного. Я крив еще раз. Я крив принесет, приблизит. Который принесет от него огонь… Кише, да, сжигаемое. 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 Для Бога, да. И… Отсечется. Отсечется душа, скушавшая ее из народа его. От народа его, да, совершенно верно. Спасибо, Рина. Теперь очевидное слово. И всякую кровь не кушайте во всех поселениях ваших, а птица, то есть от птицы и от животного. Да, верно. Ну, мы знаем, что животное и птица забиваются шхитой, а этот метод дает максимальному количеству крови вытечь сразу из тела, а потом мясо еще вымачивается и высаливается. Таким образом кашируется. Теперь каф-зайн, а это ка-аны. Так. Коль нефиш ашер тохаль, коль дам, ванихрита нефиш гаги, мэ амэйга. И всякая душа, которая кушает, будет кушать какую-либо кровь, ну, вот иметь в виду выше всказанную от животного. Да, да, да. Рыбью кровь, кстати, не считается. А также саранча. Ну, мы саранчу так не едим, и так не едим всякая птица. Истребится душа, это из народа ее. Да, верно. Совершенно верно. Так. Каф-хет. Спасибо, Анна. Теперь Тимофей, да? Тимофей две, две получается, две. Давай две. Читаем. Войдабэ рэшэм эль-мошэ лэ-мор. И говорил Всевышний Мошэ, говоря. Абэр эльбнэй Исраэль лэ-мор. Амаквих, эт зэвах шломав. Лэшэм, яви эт карбану, лэшэм мизбэх шломав. Так, говоря сынам Израиля, говоря, приблизь жертву... Тот, кто приближает, тот, кто приносит шломав. А, приближающий жертву мирную Всевышнему принесет жертву его Всевышнему. Мизбэх. Какое-то масло-масло, не могу смысловывать. Так, так оно и есть, да. То есть тот, кто принесет, он принесет из мирной жертвы. Вот интересно, кстати, в переводе, как из этого положения вышло, наверное, то же самое, да? Так, спасибо, Тимофей. Ламед, Ламед, это Людмила, да? Да, Ламед, Людмила, да. Конечно. Да, вот тут новая тема, и я вам готов помочь. Я дам. Руки принесут... Ее, ее эту жертву, да? Это Ишей Ашем, сжигаемая, да? Огнепалимая. Огнепалимая жертва для Всевышнего, да? А, ну просто здесь предлога, я хочу. Жир на... Теперь, Каза, это грудина, да? А, жир, а почему? На грудине. Принесет он... Это грудина Леханиф. Леханиф, это как Тенуфа. Ну, описание говорит, что Хоэн должен был поднимать эту грудину и опускать. Вот это называется Тенуфа. И Хазе Гатнуфа, это грудина, которую вздымает, скажем так, вот так, да? И Леханиф это поднимать, да? Поднимать ее поднятием. Подниманием, буквально, да, поднятием, да. И Всевышним. Да, да, верно, верно. Да, тут имеется в виду, тут сказано, вот эта вот часть грудина, на нее кладется вот этот жир, а руки, поэтому вот предыдущее, что Тимофей говорит, что непонятно, там речь идет, что человек, он ее держит, вот это все, все вот это вот, ему кладут на руки, а снизу Коэн его руки поддерживает. Они все вместе, вот это машут, движение совершают вверх-вниз, а потом вправо-влево. Вот это называется измахер. Да, так оно и есть. Ну, есть определенная символика в этом. Так, спасибо. Вроде того, да. Да, я тоже вспоминал, да. Лапет Алиф, чей? Так, Шуша, да? Шуша. Так, и воскурит Коэн, жир, я так понимаю. Да. Так, на жертвеннике его, предназначен для этого. Так, вот это вот, эхэ. И будет, эхазэ Грудина. И будет Грудина, Арону и сыновьям его. Да, совершенно верно, они тоже люди. Так, Шуша, спасибо, теперь Рина Ривка, да? Ламет. Да, да. Вэет Шок Гаямин Титну Трума Лакоэн Мизбхэй Шалмэйхэм. Ми Зивхэй Шалмэйхэм. Ой, Ми Зивхэй Шалмэйхэм. Да. Шок это. Шок это ляжка или голень, да? Какая? Или травую ляжку, травую голень. Возьми тех. Титну, да, дайте. Дайте в качестве трумы от жертвы мирных ваших. Да, верно. Почему называется жертва Шаламим? Потому что часть ее давалась коину, часть сжигалась, но остальное оставалось принесшему, и это должно было быть съедено за короткое время. То есть, очевидно, съесть в одиночку он не мог, поэтому он приглашал всех, кто был рядом с ним, для того, чтобы навести мир между людьми. Вот шалом и шалем – однокоренные слова. Спасибо, теперь ламед гибл я читаю. Приносящий кровь жертвы мирных и жир из сынов Аарона, ему будет голень правая порцией. Слово «мана» мы, конечно же, знаем. Моне и монит от этого же корня. Моне, я, конечно, имею в виду нехудожника. Так, спасибо. Спасибо мне. Теперь ламед дарит. Это, очевидно, Анна. Так. Ки ет хазе атнуфа, веет шок атрума, ле лакахці меет бне Исраэль, мізевхей шломейгем, вееттен оттам ле Аарон, а куен оливанав ле хок олам меет бне Исраэль. Так, и вот это вот грудину взмахивания и голень приношения дал я, в смысле Всевышний, взял я у сынов Азраэля из их жертв мирных и отдал их Аарону Куэну и сыновьям его. Ну, потомкам имейте в виду, вздакон вечный из от сынов Израэля. Да, да, спасибо, Анна, все так. Так, Тимофеич, очевидно, ламед гей, да, просим? Да. Да. Зод Мишхад Аарон, Мишхад Банав, Мэйше Ашэм, бьем икрив, вот там, ле ха эн, лешэм. Так, Мишхад, наверное, Машех, ростное слово, помазание. Мишхад, да, 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 это помазание Аарона и помазание Аарона, помазание сынов его, от Ише, это сжигание, от огня Всевышнему, в день приближения. Да, с того, что сжигается для Бога, в день икры, вот там. В день приближения их для служения Всевышнего. Да, да, верно, верно, верно. Хорошо. Спасибо, Тимофей, ламед вав, ламед вав, Людмила, да? Ашэр цива Ашэм латэт лаэм бьем машхо, вот там мы, неправильно сказал? Машхо, нет, все верно, да. Вот там мы эт бне Исраэль хукат олам ладуратам, который приказал Всевышний дать им в день помазания его. Помазание их, да, от. Машхо, почему там вав, да, машхо. Машхо, просто это камаз-кацар, он читается как о, это безударный загрязь. Последний вав, что так? А, вот это о, да, это значит помазание его. Кого его? Помазание его им, как бы, да? Да, да, да. А мээт? Мээт, это что? Мээт, от сынов. А, то есть просто так расширенный немин, да, а мээт? Мээт, да, 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 на письмах так пишут, от кого, да. Вот такой большой предлог, да, пишут? Да, сначала пишут лихвот кому-то, это адресат, а потом мээт, и это отправитель. Бней, от сынов Израиля. От сынов Израиля закон мир. Нет, закон вечный, вечный. Вечный на поколение их. На поколение их, да, совершенно верно. Спасибо, Людмила. Теперь ламэ дзайн. Это шуша, да? Шуша, да. Зо татарам, ле олам, ле минха, бе ле хатат, ве ле ашам, ве ле милуим, ве лзевах ашламим. Так, вот учение. Как сказать, можно для, ну как бы, или о жертве всесожжения. О жертве всесожжения, как это, о хлебной жертве, о грехочистительной, а это было. Ашама, это искупительная. Ашама, да. Искупительный, так. А вот слово милуим, да, наполнение. Имеется в виду, это специфическая жертва от Аарона и его сыновей в день их уполномочения. Слово милуим нам недавно встречалось в несколько другом значении. Авне милуим – это камни, которыми были заполнены ячейки в народнике священника. Но здесь имеется в виду милуим, как вот 10 дней, извините, 7 дней милуим. Следующая наша недельная глава, которую читают на этой неделе, называется шамини. Шамини буквально восьмой, потому что на восьмой день здесь имеется в виду, что в течение 7 дней, которые называются 7 дней милуим, мушет собирал мешкан, приносил жертвы и снова разбирал мешкан. А вот день восьмой, с чего начинается глава этой недели, мешкан был собран и уже поступил к функционированию и работал дальше. Так вот, милуим – это уполномочение, так, у лазера хашламин. И как это, и о жертвах мирных, или о жертвах? Да, да, да. Милуим – это еще резервистская служба в Израиле. Да, совершенно верно. Да, я вот сижу и думаю, каким образом это слово стало обозначать резервистскую службу. Ну, это как бы выполнение, слово выполнение, да. То есть армия, ну, как бы регулярные части армии, которые все время на посту, их мало. Но когда что-то случается, такое что-то экстренное, то количество необходимое для боевых действий, к примеру, оно восполняет резервистую. Поэтому получается, восполнение или наполнение. Ну, Анна у нас главный специалист по службе израильской армии. У нас Натан у нас специалист по службе. Натан, да. Но Анна его с успехом заменяет, поскольку Натан сейчас веселится. Так, и спасибо, спасибо отдельно. И теперь Ламетхет, чей по учреждению? Так, Рина еще. Совершенно верно, да. Который заповедал Всевышний Муше на горе Синаи в день заповедания его для Бнесси. Им, сынов Израиля. Сынов Израиля. Когда, да. Приношению жертв... День, когда он заповедался нам Израиля, приносить... Приносить жертвы их Всевышнему в пустыне Синаи. Да, совершенно верно. Мы дочитали седьмой парадокс. Всем спасибо. Я поздравляю всех с наступающим праздником. Песах у нас, он наступает вечером в среду. В Израиле он первый день, Йом-Тов, это четверг. А в Диаспоре, получается, четверг и пятница. И сразу после этого, очевидно, суббота, да. Да, вот даже как. Соответственно, в Диаспоре евреи делают Рухтов Шелин. Пожалуйста, кому это касается, не забудьте. Так, через неделю, в воскресенье, это будет Холомоид. И я думаю, что у нас будет возможность провести занятия. Но не исключаю, что какие-то планы у меня будут свои. А может быть и у Натана. Так что пока ничего не обещаю, следите за рекламой. Так, и напоминаю вам, что предыдущие занятия мы выделяли некоторое время для того, чтобы почитать что-то из Пасхальной годы. Сегодня уже и времени нет. И, в принципе, мы почитали те отрывки, которые я предназначил для этого. Вот. Ну, желаю всем веселого праздника. И надеюсь, что скоро придет Машия. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Всего нас лучшего счастлива. И с шавуто. И с шавуто. Спасибо. И с праздником. Спасибо. Спасибо. Сюда выключаю запись. Спасибо.